Дагестан всегда относился к курортным регионам. Туристов не раз призывали рассмотреть побережье Дагестана как один из вариантов пляжного отдыха. 500 километров береговой линии, прекрасный золотой песок, хорошая морская акватория. Однако надзорные органы республики бьют тревогу и заявляют, что пляжи находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а морской песок кишит паразитами. Что происходит на самом деле на территории Приморской зоны, разбирался наш корреспондент Зумруд Гамидова. Люди посещают пляж сотнями, ни на какие призывы и предупреждения не оглядываются. С утра до поздней ночи пляж битком забит людьми. Махачкала вошла в первую тройку недорогих курортов России для летнего отдыха. По данным Турстата, стоимость проживания вдвоем на недорогих курортах Махачкалы летом составляет до 2000 рублей в сутки. Туристы приезжают на отдых в среднем на две недели. По традиции, любимым местом отдыха махачкалинцев и гостей столицы в жаркие дни становится городской пляж. Делаем все условия, чтобы можно было подготовить пляж для отдыхающих, для гостей, для жителей Махачкалы, чтобы они могли прийти сюда, если даже не искупаться, но принять солнечные ванны. На сегодняшний день мы подготовили игровую зону для детей. Известно, что люди боятся приезжать в Дагестан из-за терактов и спецопераций. Сейчас терактов стало меньше и этот стереотип развеялся. О приезжих из разных уголков России не убавляется. Вот беседу, когда вчера проводил с гостями, как они сказали, мы думали здесь страшно, там взрывы, это уже нету этого. И можно сказать, что больше понравилось им здесь, чем где-либо отдыха на северокавказских курортах. Однако в управлении Роспотребнадзора республики бьют тревогу и не первый год заявляют, что купание на пляжах Махачкалы категорически запрещено. В пробах воды из Каспийского моря, взятых в районе Махачкалы, обнаружен холерный вибрион, который является причиной острых кишечных инфекций. Санитарные врачи полагают, что причиной появления бактерий стали неочищенные источные воды, поступающие в море. Такое состояние приморской зоны обусловлено низкой культурой населения и отсутствием финансирования природоохранных объектов. Основным источником загрязнения воды является канализационные сбросы в черте города Махачкалы. По становлению главного государственного санитарного врача по республике Дагестан введено ограничение купания на городских пляжах. Если у каждого человека милиционера не поставишь, люди все равно будут купаться, но своим решением мы предупреждаем населению о том, что есть вероятность заболеваний острым кишечным инфекциям. Но людей это не пугает. Что касается пляжа Березка, здесь отдыхающих не меньше. Дети плещутся в воде на специально огороженной территории, взрослые загорают и купаются. Песок тут выглядит чище, а мусорные контейнеры пустые. По словам персонала пляжа, уборка здесь проводится два раза в день. Тем не менее, добрая половина отдыхающих вообще не придает мусору никакого значения. Он даже служит удобным поводом, чтобы не убирать за собой, якобы там и до них было грязно. Мы стараемся все условия создать для наших отдыхающих. Все раздевалки, ногомойки, душевые, все работают. Медпункт, врач постоянно дежурит, спасатели. Уборщица убирает технички практически целыми днями пляж. Единственная просьба была бы, наверное, нашим посетителям пляжа. Но можно немножко хотя бы за собой убирать. Везде урны, но не там, где убирают чисто, а там, где не ссорят. Если даже делаешь нашим молодым людям, девушкам, замечание, ответ только получаешь хамство. В своей почти 80 Лидия Михайловна полна сил и энергии. Это, по ее словам, во многом благодаря Каспийскому морю. Хорошо все. Люди хорошие здесь, очень хорошие люди. А пляж, состояние пляжа? Пляж нормальный, нормальный. Дети приехали с Москвы, внуки. Они живут в Москве и приехали на лето. Каждый год приезжают. Купальный сезон в самом разгаре. И ничто не остановит изнывающую от жары толпу. Ни бесконечные запреты на купание, ни плата за въезд, ни условия отдыха. Ну а что касается грязной воды и мусора на песке, они уже давно стали неотъемлемой частью нашего отдыха.